О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайший час. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. 30 организованных преступных групп, промышлявших автокражами, обезвредила алматинская полиция. Изъято больше 2000 запчастей сомнительного происхождения, в том числе зеркал, на которых в южной столице всегда был спрос. Как это отразилось на работе черного рынка, выяснял Оскар Сергалиев. Я нахожусь возле самого крупного в Алматы рынка автозапчастей. Он старого образца, контейнерный. И здесь продают как новые, так и старые запчасти. Сюда обычно идут те, у кого обнесли машину или, хуже того, угнали, чтобы разобрать на запчасти. Самое подходящее место для того, чтобы провести здесь небольшое журналистское расследование. Начиная с лета, полиция провела здесь не один рейд. И, судя по всему, не зря. Забегая вперед, скажу, что многие продавцы поддержанных комплектующих отказываются покупать такие подозрительные вещи, как зеркала или молдинги. А вы сами покупаете? Нет, есть зеркала. Сейчас я уже ничего не беру. Денег нету просто будет. Другие согласны купить даже двигатель или всё, что осталось от автомобиля после разборки. Правда, есть один нюанс. Нужен техпаспорт, иначе сделка не состоится. И всё же заявлять со скупкой краденных запчастей покончено пока ещё рановато. Не стоит забывать, что у профессиональных автоворов есть свои точки сбыта. В качестве характерного примера можем отметить задержание гражданина С, который являлся реализатором на рынке Корсити. Вот он как раз-таки был устойчивым покупателем краденного имущества. В отношении его судом уже было принято решение, и он был осуждён по статье 196 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За последние 4 месяца полиция ликвидировала 14 таких точек и обезвредила 30 преступных групп, промышлявших автокражами. В составе этих банд больше 300 человек. Прежде, говорят полицейские, они не имели возможности проводить такие масштабные рейды. Не было санкций прокурора на проверку того или иного объекта, поскольку это малый и средний бизнес, и любое наше вмешательство могло расцениться как давление на малый и средний бизнес. В результате чего, в настоящий момент, законодательно эта норма урегулирована, сотрудники полиции имеют право в рамках отработок наведываться в те или иные точки и проводить мероприятия. Во время рейдов полицейские изъяли больше 2000 запчастей сомнительного происхождения. Часть из них уже возвращена законным владельцам. Спрос на такой товар в Алматы однозначно снизился, но ощутимый результат эти меры принесут только в том случае, если рейды будут проводиться систематически. Оскар Сергалиев, Радик Джакупов и Ерлан Абжанов. Алматы, Хабар-24. Этим летом массовые рейды проводились и на столичных авторынках, в ходе которых полиции попался не один продавец краденных запчастей. Ну что в итоге? Можно ли сегодня, спустя почти полгода, продать в Астане комплектующие сомнительного происхождения? Роль автовора прикинул на себя Асхат Ниезов. Это зеркало на автомобиле Ернара. И оно есть. И Ернар рад. Просто однажды в студенное зимнее утро этого зеркала Ернар у себя на машине не обнаружил. Выпал снег. Утром заварило прям все полностью машину. Сажусь в машину перед работой в 8 утра. Смотрю, с левой стороны водительского зеркала нет, к сожалению. До этого мне друзья говорили, что в Астане такого практически не бывает. Но, к сожалению, я сам из Алматы. Такое случилось. Полицию обращаешь? Нет, не вижу смысла. Потому что я, потому что во дворе у меня ни камер тогда не было, никого не было, ни свидетелей. Это бы ничему не привело бы. Вот такое мнение у Ернара о работе полицейских. Нет, а что, может быть и нашли. Либо зеркала, либо самих воров. Можно предположить, что если кражи автокомплектующих продолжаются, значит, на ворованное есть спрос. Попытаемся разобраться, куда автомобильные зеркала можно, как говорят в криминальных кругах, толкнуть. И можно ли вообще? Отправляемся в царство черных капюшонов. Признаюсь, что идти сюда со скрытой камеры было рискованно. По слухам, именно здесь покупают и продают запчасти сомнительного происхождения. Но эти слухи нужно было проверить. В первую очередь мы отправились на самый крупный рынок авторазбора в Астане. Слава Малейку. А нужны боковые зеркала RX-330? А 45-ки? Не нужны? Не нужны? А кому нужны? Ну, я не знаю, просто. Новый дом? Нет, нет, это старый. Я не знаю, какого года точно. Ну, 45-ки или 40-ки, я не разбираюсь точно. Не нужны? Нужны зеркала боковые от RX-330? Нет? Не зная, то ли в этот раз скрытую камеру было заметно, то ли действительно сомнительному товару здесь не рады. Некоторые, что называется, по полочкам разложили свой отказ, как будто готовились. Ну, не интересно, так не интересно. Едем в другой рынок. И бинго! Здесь нашим предложением заинтересовались. А сколько они стоят, я вообще не знаю. Они оригиналы или праворудные? Вот так, не помню. До этого этапа мы не дошли. Признаться, зеркал у нас с собой не было ни краденых, никаких. Поэтому мы ограничились тем фактом, что узнали. В столице есть предприниматели, которые запросто могут купить запчасть сомнительного происхождения. Но справедливости ради отмечу. Недобросовестный продавец был только в одном магазине из десяти нами проверенных. Довольно позитивный результат. Теперь другой вопрос. А что с покупкой? В столице ситуация со скупкой ворованных зеркал всегда была не такой масштабной проблемой, как в том же Алматы, где очень популярна услуга гравировки госномера или ВИН-кода автомобиля на зеркале. Однако житель столицы Ернар на недавно купленном зеркале эту самую гравировку все равно не сделал. Асхат Ниазов, Ерзат Зайдхан, Хабар, 24, Астана. 666 фактов краши с автомашин зарегистрировано в Жамбылской области с начала текущего года. Из них около 200 удалось раскрыть по горячим следам. Чаще всего воруют аккумуляторы. Полицейские советуют не оставлять машины на стихийных парковках и забирать из салона автомобиля все вещи. Преступники не гнушаются ничем. Забирают оставленные сумки, портмоне и другие ценные вещи. В целом раскрыто более 60% краж из автомашин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигнуто снижение регистрации всех видов краж на 23,3% и улучшилась раскрываемость на 5,4%. Конечно, чаще всего крадут аккумуляторы. Наибольшее количество краж совершают в микрорайонах областного центра. Жильцы оставляют свои авто без присмотра на импровизированной парковке под окнами. О черном рынке автозапчастей и в целом о реформах в правоохранительных органах поговорим с Владимиром Левиным, бывшим юридическим советником министра МВД, ныне членом экспертного совета комиссии по правам человека при президенте. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились присоединиться к нам в столь ранний час. Вот по-вашему все эти рейды, о которых шла речь в начале выпуска, они дали какой-то реальный эффект? Или настоящие преступники и торговцы краденым, они просто залегли на дно, также продолжают работать, но только теперь с осторожностью? Ну, я вам так объясню. До прихода Косымова, после Сулейменова, не было ни одного министра внутренних дел, который владел бы ситуацией. Косымов, значит, с пацана в Алма-Ате начинал со школы милиции, он прошел весь, значит, до генеральского чина, значит, путь. И поэтому вот сейчас вроде срок у него закончился, он только восстановил систему внутренних дел, чтобы она хотя бы как-то соответствовала тому, что нужно. Понимаете? Получается, сейчас другого министра поставь, ничего не будет. Значит, вот эти запчасти, их не торгуют у нас на базарах, в районах, значит, торгуют. Ну, вот простой пример, а у Бакирова был у нас, значит, начальник УВД, сейчас он Павлодаре, значит, я ему всегда говорил, значит, когда начнем карманников ловить, когда начнем карманников ловить, он, значит, выловил позапрошлым году где-то 130 карманников, они ушли в суд. Из суд, значит, 70 или 80 человек были отпущены, ну, по условному. Из них 30 или 40 за этот период опять сели. Поэтому сейчас вот система выстроена органов внутренних дел, которая нам нужна. У нас, значит, сейчас должна начинаться идти борьба, вот это, значит, с милицейской коррупцией. У нас гаишников, значит, арестовано сидят около 30 человек, понимаете. Приезжаешь в зону или где они там это условно осуждены, сколько взял, 3 тысячи, сейчас назначили сколько, 3 миллиона, понимаете. У нас к этому привела система переход вот этот от социализма к капитализму. И реально сейчас должен оставаться тот человек министром, который выстроил сейчас систему, чтобы она работала. Она начнет работать через 2-3 года. Не, ну, Владимир Георгиевич, вот по факту, да, у нас, когда происходят громкие преступления, люди начинают говорить о том, что не чувствуют себя в безопасности, собственно. Сейчас по социальным опросам граждане, ну, не доверяют полицейским. Более того, они считают, что страж порядка просто недоступными для населения. Вот в этом направлении, как нужно работать профильному министерству, какие меры необходимо предпринять, чтобы, напротив, общественность стала помогать полиции при сечении вот таких вот всевозможных правонарушений. Ну, и вообще чувствовала, что полицейские – это друг и защитник, а не наоборот. Ну, значит, на местах вот эти солдаты, которые служат в полиции, они дежурят, но они дежурят там до 11 или до 12, до 11 вечера, до часу ночи. Значит, потом они уходят. Значит, сегодня, значит, общественные советы вот эти при полицейских райотделах, они зависят от порядочности начальника УВД или ДВД, которые там находятся. Если, значит, они находятся, значит, эти советы общественные по полиции, заседая там раз в месяц или раз в три месяца. Если начальник ДВД порядочный, значит, то эти советы работают и обсуждают реальные нарушения сотрудниками органов внутренних дел, нарушения порядка. Это все с головы, вы считаете, да? Да, начальник концерта, от главы УВД. Значит, у нас был, значит, вот у Бакиров работали реально. Сейчас, я не знаю, ну, меня уже убрали, значит, из этого, из совета, значит, УВД города. Но фактически, я говорю, зависит от начальника ДВД города. А вообще, в основном, вот эти вот начальные, эти дисциплинарные советы зависят от порядочности начальника. И так они и работают. Если нужно, чтобы полиция работала порядочно, начальник ДВД, значит, занимается этим. Нужно менять верхушку, так, по-вашему? Как? Нужно менять верхи. Не, ну, верхи менять надо. Как менять верхи? Значит, сейчас Министерство внутренних дел за 6 или за 7 лет перестроило систему в новое русло. Вошли теперь, что нам сейчас, министра менять? Дело может быть и не в министре. Вы же говорите о том, что вот в управлении, да, конкретные начальники. И потом у них ребята тоже, кто, ну, с ними, да, в команде такие же. Получается так. Ну, вы же об этом говорите. Потом простой полицейский идет на работу, вот потому что у него начальник такой. Ну, я могу, например... Как он устраивает работу, так и есть. На примере ДВД Астаны, я вам говорю, что на примере ДВД Астаны, вот, а у Бакиров был, работали нормально, занимались, разбирались все. Ездили, значит, я езжу, например, по 2-3 раза в год со священником, с мулой, тюрьмы проверяем, понимаете? Вот особый режим, в десятку в нашу ездили, в Аршалы в особый режим ездили. В ходе реформы, Владимир Григорьевич, в МВД, да, большое внимание сейчас будет уделено уровню, так скажем, образовательной подготовки сотрудников, да? Как в этом плане ведется работа сейчас? Что не хватает профильным вузам, например? Ведь проблема, я думаю, что в кадрах в первую очередь. Ну вот Астанайская школа милиции на станции 40-й находится, ну подготовили человека, значит, он 5-полгода проучился, вышел, пошел. Ну навыки надо приобретать, а навыки приобретать надо, чтобы обучали на месте порядочные люди. А у нас привыкли так работать, я говорю, да вот этой вот последней реформы в МВД, которую провел, значит, этот министр, что сейчас, значит, надо и качество этих сотрудников, оно появится не сразу, оно появится через год, через два, через три. А раньше получается, что в вузах не обучали, как бы проблема с кадрами была, сейчас как-то это иначе будет? Ну они первые... И к тому, что решится ли, да, изменится ли что-то? Нет, это изменится, если проводить вот эту политику, которую сейчас выработал президент, которую, значит, Касымов провел, за месяц, за года два-три. У нас в Астане только 50-60 человек гаишников сидит, уже после начала реформы. Ну что ж, хорошо, будем следить за развитием событий, так сказать, за этими реформами МВД, и будем очень надеяться, что все-таки полиция, ну станет для нас, как мы говорили, настоящими защитниками, и не будет где-то далеко, а общественность где-то в другом месте. Спасибо большое, с нами беседа, Владимир Левин, член общественного совета МВД. Ну а мы продолжим тему. Полицейские должны быть доступны местному населению, оперативно реагировать на их нужды и прислушиваться к потребностям. Такие параметры будут приняты во внимание при реализации дорожной карты по вопросам модернизации органов внутренних дел Казахстана. Напомню, что она вступит в законную силу с 1 января следующего года. По документу, в первую очередь, в структуре МВД проведут оптимизацию штата. Сокращение планируется в общей сложности на 10% за счет упразднения излишних управленческих звеньев. В рамках оптимизации не только численности будет пересмотрена организационная штатная структура Центрального аппарата Министерства внутренних дел. Структура будет пересмотрена департаментов полиции городов Алматы, Астана, областных центров, районах городских управлений внутренних дел. Возможно, будет даже какая-то передислокация личного состава в те регионы, где наблюдается высокая криминогенная ситуация, обстановка, состояние борьбы с преступностью. Поэтому подходы будут самые различные, но очень взвешенные, потому что все это будет делаться по результатам определенного анализа. Почти полторы тысячи камер видеонаблюдения установят на улицах Казаларды в 2019 году. Также полицейские обещают запустить системы контроля дорожного движения. Внедрение камер позволит оперативникам в разы увеличить число раскрываемых правонарушений. Ежедневное видеонаблюдение в Центре оперативного управления ведется при помощи восьми систем видеоконтроля. За 11 месяцев текущего года полицейскими по горячим следам раскрыто 69 преступлений и зафиксировано почти 16 тысяч административных нарушений. Эффективность камер привела к уменьшению числа правонарушений в городе. Когда и насколько повысят зарплату работникам правоохранительных органов? Сколько получают стражи правопорядка в странах? ЕАЭС нам расскажет наш экономический обозреватель Гульнар. Хасан Гульнар, доброе утро. Слушаем тебя. Доброе утро, Вера. О зарплате не только полицейских и не только в Казахстане, а также о других новостях экономики расскажу в ближайшие пять минут. В эфире деловые новости. Казахстанские полицейские зарабатывают меньше, чем в Армении и России, но больше, чем в Беларуси и Кыргызстане. Деловые новости подготовили рейтинг заработных плат сотрудников полиции в странах ЕАЭС. Самые высокие оклады полицейских у полицейских в Армении. Так, средний заработок равен 228 600 драмов или 176 тысяч тенге, в переводе на казахстанскую валюту. На втором месте российские полицейские. Они зарабатывают от 18 до 87 тысяч рублей в зависимости от звания, должности и региона. В среднем 28 тысяч рублей. На третьем месте стражи порядка Казахстана. Средний оклад составляет 138 тысяч тенге. Чуть меньше зарабатывают сотрудники правоохранительных органов в Беларуси. Самые низкие оклады в Кыргызстане. 20 тысяч сомов или 108 тысяч 200 тенге получают дорожные полицейские пятой страны-участницы ЕАЭС. Ульнара, а когда повысят зарплату полицейским? Да, вера, повышение планируется уже в следующем году, но конкретной даты пока нет. Полицейским предстоит пройти аттестацию, по итогам которой штатная численность сократится на 10%. Это приведет к экономии 16 миллиардов тенге. Эти средства и планируют направить на повышение зарплат. Дополнительно будет выделен 21 миллиард 400 миллионов тенге. Возможно, эти меры и позволят улучшить позиции в рейтинге зарплат среди стран ЕАЭС. Кстати, по средним зарплатам Казахстан в начале списка стран СНГ. По данным Международного статистического комитета СНГ, средняя зарплата в нашей стране с января по июнь составила 157 тысяч тенге или 481 доллар США. Это позволило Казахстану занять второе место после России. Почти 458 долларов в среднем зарабатывают в Беларуси. Около 350 в Армении и Молдове. Кстати, в этой стране зарплата выросла почти на 18,5%. На 12,7% возросла зарплата в Украине. А вот снижение отмечается в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. В целом, за последние два года аналитики отмечают рост зарплат в большинстве стран СНГ. Роль в этом сыграли относительно стабильные обменные курсы к доллару, укрепление национальных экономик на фоне увеличения стоимости нефти. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста общей экономики в странах СНГ на 2018 год до 2,2%. Однако потенциал увеличения нефтяных экономик ограничен, считают аналитики. В отраслевой структуре доходов населения среди стран СНГ наблюдается схожая тенденция. Наиболее низкая зарплата у работников сельского и весного хозяйства, а также рыболовства. Выше средней по стране зарплата в финансовой и горнодобывающей отраслях. К другим темам. 1 миллион 300 тысяч кредитов спишут гражданам Грузии на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Долги будут списаны до 31 декабря. В список попали должники 10 банков, микрофинансовых организаций, онлайн-банков и коллекторских компаний. Всего 605 тысяч граждан страны. Правительство Грузии пообещало списать долги граждан, попавших в черный список, еще в середине ноября. Оплату долгов возьмет на себя карту банк, основателем которого является лидер правящей партии, грузинская мечта, демократическая Грузия, миллиардер Бедзина Иванишвили. Долги будут списывать тем, кто взял кредит минимум за год до его предстоящего обнуления, ни разу не платил проценты, а также если основная сумма кредита без процентов и штрафов не превышала 2000 лари, то есть 750 долларов США. Китайские производители смартфонов завоевывают мировой рынок, а южнокорейскому Самсунгу и американскому Apple все сложнее удерживать позиции. По ценам исследовательской компании Strategy Analytics в июле-сентябре этого года на глобальный рынок поступило 360 миллионов смартфонов. Это на 33 миллиона смартфонов меньше, чем за этот же период прошлого года. Отрицательная динамика сохраняется уже на протяжении года, фактически рынок переживает рецессию. По мнению аналитиков, причины спада это удлинение сроков использования устройств, переизбыток смартфонов в ряде регионов и нехватка инноваций, способных побудить потребителей к обновлению гаджетов. Эксперты отмечают положительную динамику китайских производителей, в частности Huawei, Xiaomi и Tecna показали рост от 40 до 59%. Рыночная стоимость Huawei в сравнении с прошлым годом поднялась с 10,5 до 14,5%. Такого успеха компании удалось добиться благодаря внедренным инновациям. В прошлом году компания инвестировала в сектор научных разработок 13 миллиардов 230 миллионов долларов, что составляет 15% от годовой выручки. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов в пятницу курс доллара составил 371 тенген, 35 тенген. Обменники американскую валюту продают за 374 тенген. К этой минуте у меня вся информация. Вера, передаю слово. Спасибо большое. Катар Петролиум. Катар Петролиум. Катар Петролиум. Катар Петролиум. Катар Петролиум. Также сообщала, что она заключила соглашение с итальянской нефтяной компанией «Эни» о приобретении 35% в проекте, включающем три морских нефтяных месторождения в Мексиканском заливе. Среди других компаний, уже работающих в Катаре, ExxonMobil, Total, Royal Dutch Shell. Ранее Катар Петролиум использовала заемные средства для финансирования до 70% затрат по проектам. Теперь она намерена самостоятельно финансировать увеличение производства сжиженного природного газа. Катар хочет к 2025 году нарастить производство этого углеводорода на 43% по сравнению с нынешним уровнем, то есть с 77 миллионов до 110 миллионов тонн в год. Как инвестируют миллиардеры? Разобрался журнал «Экономист». Мир финансов преображается. Миллиардеры все больше богатеют и избавляются от посредников, создавая свои собственные семейные офисы. Это персональные инвестиционные фирмы, которые ведут поиски благоприятных возможностей на глобальных рынках. Они малозаметны, но стали серьезной силой на рынках инвестиций, обладая активами на сумму около 4 триллионов долларов. В Америке, Европе, а также в азиатских финансовых центрах типа Сингапура или Гонконга таких офисов от 5 до 10 тысяч. Цитата. «Их главная задача состоит в управлении финансовыми активами, но наиболее крупные семейные офисы, в которых работают сотни сотрудников, занимаются самой разной работой, начиная с введения налоговой отчетности, заканчивая уходом за домашними питомцами», говорится в статье. «Такие предприятия очень дороги, а это значит, что создавать их имеет смысл только тем, чье состояние превышает 100 миллионов долларов. Это 0,001% мировой пирамиды, и тенденция вряд ли пойдет на спад. Количество миллиардеров по-прежнему увеличивается. За прошедший год их стало на 199 человек больше. Авторитет и вес семейных офисов в финансовой системе может еще больше вырасти. В процессе такого роста усилятся и возражения против этих фирм. Самое очевидное, что семейные офисы порождают неравенство. Однако они – следствие, а вовсе не причина», – заключает автор статьи. Почему у людей нет шерсти? Этим вопросом занимаются ученые и сторонники теории эволюции. На вопрос попытался ответить автор научного журнала «Смитсониан» Джейсон Дейли. На протяжении десятков лет теоретики эволюции выдвигают многочисленные гипотезы о том, почему люди стали голыми землекопами среди приматов. Один из ведущих авторов нового исследования – профессор дерматологии медицинского института Перельмана в Пенсильвании, Сара Миллар. Под ее руководством команда ученых проанализировала безволосые зоны у мышей и выяснила, что степень оволосения зависит от наличия определенного белка. Чем выше его уровень, тем меньше шерсти у особи. Цитата. «Однако вопрос не ограничивается только наличием или отсутствием этого белка. Его высокой концентрации достаточно, чтобы он предотвратил рост волос, но не для избавления от всех остальных механизмов. В расчет необходимо брать множество других факторов», – говорится в статье. Автор материала приводит несколько других популярных теорий. Согласно гипотезе о водной обезьяне, предки людей жили в африканских саваннах, но в период засухи перебирались на берега озер. Поскольку волосы не греют тело в воде, наши предки утратили растительность, а в организме выработался слой жира. Еще одна теория. Когда древние люди перебрались из прохладных и тенистых лесов в саванны, у них выработался новый метод терморегуляции. Утрата меха дала гоминидам возможность охотиться днем в жарких травянистых участках и не перегреваться. Потеря волос могла быть вызвана также воздействием на людей-блох и других паразитов. Одна из самых интересных версий – утрата волос могла способствовать облегчению эмоциональной коммуникации. Профессор Миллер подводит итог. Сочетание молекулярных доказательств нового исследования с физическими особенностями человека позволит нам приблизиться к правде или, по меньшей мере, поможет сохранить на голове густые и блестящие волосы. Редактор субтитров А.Семкин Турция начала укреплять свои позиции по обе стороны своей границы с Сирией, поскольку Анкара и Вашингтон договорились координировать вывод войск США из Арабской Республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, сотни автомобилей, в том числе танки, гаубицы и пулеметы, направились в южную приграничную провинцию Килис для подкрепления. Усиленная военная активность наступила через два дня после того, как президент Клейб Эрдоган заявил, что Турция отложит запланированную военную операцию по стопу от реки Ефрат в Северной Сирии после решения США о выводе войск. Военная операция должна была быть направлена также против курских формирований. Эрдоган сказал, что Турция возьмет на себя борьбу против боевиков. По последним данным, 222 человека погибли и около тысячи пострадали в результате цунами, которая врушилась в ночь на воскресенье на побережье Индонезии. Скорее всего, цифры будут расти, десятки людей числятся пропавшими без вести. Все это последствия страшного цунами, обрушившегося на индонезийские острова Ява и Суматра. По мнению специалистов, некоторых жертв, возможно, удалось бы избежать, в том случае, если бы система раннего оповещения в Индонезии работала эффективно. По их словам, аппаратура устарела. В этот раз высота волны была около трех метров. Вдобавок, все произошло во время прилива, так что уровень воды и без того был высоким. Но главная проблема в том, что система оповещения просто не сработала. Да, до западного побережья Индонезии цунами добралось всего за 10 минут. Но даже учитывая скорость волны, у людей могло быть несколько драгоценных минут, чтобы спастись. Глобальное потепление вызвало экологическую катастрофу в Рио-де-Жанейро. Из-за высоких температур в местном озере погибло 15 тонн рыбы. По сообщениям Евронюс, последние несколько дней температура воздуха в бразильском мегаполисе превышает 40 градусов Цельсия. По словам экологов, из-за этого содержание кислорода в пресной воде снизилось, что в свою очередь спровоцировало локальную катастрофу. Пять лет назад из местного озера выловили 65 тонн мертвой рыбы. Тогда причиной гибели животных послужил ливень, который принес в водоем опасную для рыб органическую массу. Разгул преступности в Грузии. В стране в этом году резко выросло количество правонарушений на 60%. Кражи, разбои. Правительство республики обеспокоено криминогенной ситуацией в стране. В чем причина, попыталась узнать Татья Джани Бегашвили. Кражи, грабежи, разбой. Такого разгула преступности Грузия не видела давно. Местная полиция, уже привыкшая к достаточно спокойной криминогенной обстановке, не успевает раскрывать дела. За неполный 2018 год количество преступлений в стране приблизилось к 50 тысячам. Раскрыто лишь 35% преступлений. Данные превысили не только прошлогодние показатели, но и показатели за последние пять лет. Здесь несколько причин. Во-первых, рост криминала обусловлен тем, что граждане Грузии стали более информированы благодаря рекламным роликам и призывам МВД о том, чтобы при любом преступлении они обращались в ведомство. Если раньше муж избивал жену, и она терпела, то теперь наказывают не только за физическое насилие, но и психологическое. И такие женщины больше не боятся звонить полиции. А если все же боятся, то могут пожаловаться соседи на факт насилия. Однако эксперты считают, что главная причина ухудшения криминогенной ситуации – широкомасштабная амнистия 2013 года. С приходом к власти партии «Грузинская мечта» была выпущена на свободу около 8 тысяч заключенных. В отношении преступников органы действуют излишне лояльно. Да, тюрьмы были переполнены, и в 2012 году было 24 тысячи заключенных. Но выпустить столько людей за такой короткий срок было неправильно. Поэтому те же самые помилованные попадаются за повторные преступления. Ведь многие из них – настоящие убийцы, педофилы и воры. Выйдя на свободу, без денег, без работы, и со своими привычными наклонностями, они взялись за старое. Для многих возникло чувство безнаказанности. Нужна бескомпромиссная борьба с криминалом для её контроля и искоренения. Другого выхода нет. Об этом знали бывшие власти во главе с Михаилом Саакашвили. Именно они стали инициаторами самой успешной реформы в стране – полиции. Тогда криминал довели до минимума с помощью политики нулевой толерантности к преступности. В тюрьмы сажали даже за самые незначительные преступления. Тем не менее, для общественного порядка на центральных улицах и в перифериях в 24-часовом режиме патрулируют полицейские экипажи. Сегодня в грузинской полиции числятся свыше 20 тысяч человек. В ближайших планах МВД увеличить штат сотрудников ещё на несколько тысяч. Высокопоставленные болгарские чиновники могут быть замешаны в паспортной афере. В числе потенциальных махинаторов – вице-премьер, министр и евродепутат. По данным полиции, политики якобы причастны к делу о незаконной продаже сертификатов, их происхождении. Этот документ позволял выходцам из третьих стран, в основном украинцам, молдаванам и македонцам, претендовать на болгарский паспорт. Сколько человек по такой схеме получило гражданство, пока точно не ясно, однако счёт за документированных нелегалов идёт уже на сотни. Из Софии материал нашего корреспондента Натальи Обильдиной. Скелеты в шкафу чиновников обнаружила бывшая сотрудница Совета по вопросам гражданства. В 2016 году ей предложили подключиться к афере и разделить теневой доход. Однако девушка отказалась. После этого её уволили якобы по личному приказу экс-министра юстиции, одной из возможных фигуранток нынешнего громкого дела. По сути, скандал раскрыли журналисты. В одно из изданий обратилась эта самая женщина, которая не пожелала идти на поводу потенциальных мошенников. В наше время это, пожалуй, один из немногих случаев, когда журналисты могут вывести на чистую воду недосягаемых лиц. Ведь с такой командой, разумеется, они могли прикрывать друг друга, и вряд ли бы когда-либо полиция самостоятельно смогла бы к этим чиновникам подобраться. Предположительно, идейным вдохновителем аферы был вице-премьер Красимир Каракачанов. По некоторым данным, он получал от 500 до 1500 евро за каждого македонца, который покупал себе болгарский паспорт в рамках схемы. Число кандидатов в день составляло 150-200 человек. Есть мнение, что именно Каракачанов оказывал давление на экс-министра юстиции, чтобы та увольняла лишних свидетелей серого промысла. Следствие сейчас работает по периоду в пять лет. Но точной статистике, сколько конкретно было таким образом ускорено дел, сколько было выдано липовых свидетельств, это нет. То есть это нужно ждать именно окончания следствия, как говорится, которое покажет. То есть последствия для людей, в отношении которого был ускорен процесс, я думаю, что никакого не будет. В отношении людей, которые липовый происход получили, то есть такое в принципе в Болгарии уже было, то есть будет начата процедура от отзыва гражданства. Пока официального обвинения никому из чиновников не предъявлено. Сами скандальные личности заявили, что они были удивлены этим доводом. Между тем, еще в конце октября прокуратура Болгарии заявляла о раскрытии схем по продаже сертификатов выходцам из третьих стран. Тогда говорилось об аресте нескольких человек. Будет ли их компания дополнена возможными аферистами высшего дивизиона, решит следствие. Наталья Обильдина, Дмитрий Лукши, Мирослав Гайдошик, Борислав Димитров, Хабар-24, Болгария. Теперь о происшествиях в нашей стране. В североказахстанской области пять человек отравились угарным газом, а в Атарау девушка провалилась в шахту лифта. Все подробности в хронике происшествия. В северном Казахстане похороны обернулись трагедией. В селе Буденное района имени Габита Мусрепова угарным газом отравилась семья. Хозяйка дома и трое гостей. По словам односельчан, взрослые приехали проводить в последний путь родственника. Со слов сотрудников ЧАЭС, тела обнаружила сельский фельдшер. Вместе с погибшими в доме находился их сосед. Мужчина чудом остался жив. В бессознательном состоянии его госпитализировали в больницу. По словам врачей, сейчас состояние пациента стабильное. Предварительная причина трагедии – нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи. Плохо прочищенная труба дымохода. С начала года у нас зарегистрировано 20 случаев отравления угарным газом, в результате которых 5 человек скончались, а 33 человека были травмированы. Основными причинами у нас отравления угарным газом является нарушение правил пожарной безопасности, то есть неисправность дымохода, либо неотчищение его от сажи. Ну а самым распространенным – это человеческий фактор, преждевременное закрытие заслонки отопительной печи. В Туркестанской области двое жителей Келесского района закололи ножом односельчанина. Тело мужчины, забитого до смерти, было обнаружено на окраине поселка. Вскоре, в результате оперативных действий, сотрудники полиции задержали подозреваемых – двух местных жителей. По версии следствия, накануне ночью между ними и убитым произошла ссора. В результате подозреваемые избили и ударили ножом погибшего. Затем вывезли тело и оставили на пустыре. В настоящее время по факту убийства проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты, подозреваемые арестованы. Выясняются обстоятельства произошедшего. Стоит отметить, что один из подозреваемых был ранее судим. Жительница от РАУ хотела выбраться из застрявшего лифта и провалилась в шахту. ЧП произошло в девятиэтажном жилом доме. По словам специалистов жилищной инспекции, после аварийной остановки лифта между четвертым и пятым этажами, вместо того, чтобы вызвать аварийную службу, девушка попыталась выбраться самостоятельно и провалилась вниз. Вслед за ней в шахту спустился еще один молодой человек, находившийся в лифте, который тоже застрял. Всего внутри было четыре пассажира. Из беды их вызвалили спасатели. В данный момент состояние пострадавшей стабильное. У нее сломано плечо, имеются обширные ссадины и кровоподтеки спины, поясницы и левого бедра. Доброе утро, Вера. Да, в эти выходные я провел время, конечно, за газетами, от корки до корки. Прочитал сразу несколько журналов и газет. И подобрал для наших телезрителей самые интересные статьи. Обо всем подробнее через несколько секунд. Казахстанская правда пишет о старте программы оптимизации структуры МВД в Магистаусской области. В регионе, как выяснилось, увольняют высокопоставленных сотрудников полиции. Под сокращение попадают как начальники, так и их замы. Таким образом, за счет высвобождения средств в области планируют повысить зарплаты действующим сотрудникам полиции. В рамках же реформы ожидается, что под сокращение попадут около 10% полицейских от общего числа. Как же изменится размер заработной платы рядовых сотрудников, рассказал начальник областного департамента полиции. Предлагаю далее послушать его слова. К примеру, патрульные полицейские вместо 80 тысяч тенге будут получать 110-120 тысяч. В нашей области со следующего года все сержанты будут переведены на офицерские должности. Соответственно, их зарплату увеличится с 80 до 150 тысяч тенге. И это без учета компенсации за аренду жилья, которую с 1 января 2019 года будут получать все сотрудники полиции. Ранее она выплачивалась лишь сотрудникам следственно-оперативных подразделений. А вот в Павлодар Ньюс пишут, что в регионе поддерживает инициативу Минздрава не пускать непривитых детей в школы и детские сады. Там руководитель областного департамента охраны общественного здоровья сказал, что родителям не стоит быть эгоистами и подумать о детях других, чтобы и они не были заражены, если дети или ребенок болеют. И, конечно же, призвали родителей более активно прививаться и, конечно же, подумать о будущем своих чат. Между тем же, из-за отказа родителей, как выяснилось, в области непривиты сегодня почти 800 детей. Чаще всего поводарцы не хотят прививать своих чат по личным убеждениям. Таких более 60%. Есть и те, кто отказывается от вакцинации по религиозным причинам. Их свыше 13%. А вот 21% населения попросту не доверяют качеству вакцин. Что сказал руководитель областного департамента охраны общественного здоровья, я предлагаю послушать далее. Нельзя забывать, что кроме детей, непривитых из-за отказов родителей, есть и непривитые дети из-за медицинских отводов. Для них смертельно опасно, если непривитой ребенок придет в коллектив. Это наслоится на больной фон ребенка с медотводом. Поэтому родители должны думать не только о своем ребенке, но и о тех, кто рядом с ним находится в организованных коллективах. А вот журналисты издания «Петропавловск Ньюс» провели весьма необычный эксперимент. Один из журналистов издания на собственном опыте посмотрел, что изменилось на границе Казахстана с Омской областью после проведения форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который недавно прошел в регионе. Репортер отправился из Петропавловска в Омск и полностью в своем материале рассказал, что случилось во время этого путешествия с ним, как он проходил паспортный контроль, как с ним обращались пограничники. В частности, хотелось бы отметить, что он пишет в своей статье, что на Казахстанской стороне, считай, у приграничной зоны практически отсутствует придорожный сервис. Кафе не работает, туалеты попросту отсутствуют. В этом плане также он говорит, что прохождение же в целом паспортного контроля занимает очень много времени, так как кастанские пограничники оказываются очень тщательно проверяют и действительно уделяют на это очень много времени, что, конечно же, очень вредит настроению и путешествию самих жителей Казахстана, которые отправляются в Омск. Ну, а в этом плане российские пограничники, как оказалось, пошустрее своих коллег. Они тратят на это время гораздо меньше, по-быстрому обслуживают, проверяют и, конечно же, пускают в путь. Ну, а некоторые отрывки из статьи я предлагаю далее послушать. К окну на пограничный контроль стояло больше десятка человек. Несмотря на большое количество людей, на этот раз на Карахуге работало только одно окно. Очередь шла крайне медленно, но мы простояли минут 15. В общей сложности на казахстанском посту мы провели в пять раз больше времени, чем на российском. 25 минут против пяти. Хотя в целом прошли границу оба поста мы довольно быстро и через полчаса уже продолжили путь. Это почти сказочный вариант. Хотя если бы казахстанские и российские пограничники работали с одинаковой скоростью, то мы, вероятно, могли бы пройти границу и за 10 минут. Да, действительно, интересное путешествие получилось у журналиста этого издания. Ну, а это была свежая такая подборка новостей. Еще одну порцию новостей со страниц печатных изданий наши телезрители смогут увидеть в следующем выпуске новостей. Слава вам, Вера. Будем ждать. Спасибо большое. Ярнур Тажанов был с обзором прессы. Ну, а мы продолжим с другими темами. Как можно получить топливо из мусора и какие разработки позволяют автомобилям не загрязнять воздух? Как это происходит сейчас, а наоборот, очищать? Обо всем этом нам расскажет Иван Тулинов в программах «АйТек Даля». Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект «ХайТек» на телеканале «Хабар-24» в студии Иван Тулинов. Сегодня производим солярку и чистим воздух. Топливо можно получать из мусора, пластикового. Само собой, можно просто сжечь пластик, будет вырабатываться тепло, но при этом много гари. Есть куда более экологичный способ переработки, его изобрел ученый по имени Кристофер Костес. Из одного килограмма пластика можно получить литр жидкого топлива и еще немного газа. Установка, которую сконструировал Кристофер Костес, называется «Крисалис». Одна из главных ее частей — реактор. Кусочки пластика попадают в него и нагреваются до 450 градусов по Цельсию. В результате пиролиза вырабатывается жидкость. Она затем разделяется в ректификационной колонне на фракции. В нижней части отбирается дизельное топливо, это 60% всего продукта. Его можно использовать для генераторов или лодочных моторов. Чуть выше собирается 18% бензина, который пригоден для различных котлов или для ламп. А в самом верху газ. 10% его можно пустить на отопление. Есть еще 7% углерода, который можно использовать для изготовления карандашей или красителей. Основной процесс пиролиз — это разложение при сильном нагревании. Нагрев разрушает молекулы пластика и превращает их в более легкие углеводороды. Жидкость собирается, газ закачивается в резервуары. Аппарат Крисалис был разработан Костесом благодаря помощи экологической организации EarthWake. Прототип может перерабатывать до 10 тонн пластика в месяц. В планах на основе прототипа создать устройство для коммерческого использования. Примерная цена будет около 50 тысяч евро. Размер — с контейнер. Производительность — до 40 литров топлива в час. Как считает изобретатель, его детище будет очень востребовано в развивающихся странах. Крисалис позволит создать рабочие места и, к тому же, эффективно и экологично избавляться от пластиковых отходов. Автомобили загрязняют воздух — это практически аксиома. Однако в этом году мы узнали о нескольких разработках, которые позволяют колесному транспорту, наоборот, воздух очищать. Прямо сейчас об одной из таких. Этот кроссовер, пожалуй, можно назвать одной из самых экологичных машин. Hyundai Nexo — это электрокар. В движение его приводит электромотор мощностью 154 лошадиные силы, который питается от тягового аккумулятора и блока топливных элементов. Они работают на водороде. Запас хода кроссовера около 600 километров. И всё время, что машина в движении, она не выбрасывает в окружающую среду вредные вещества. Но более того, чистит воздух от загрязнений. Всё благодаря трёхступенчатой системе фильтрации. Она очищает предназначенный для охлаждения топливных элементов воздух и удаляет из него до 99,9% вредных примесей. Мы не используем кислород в баллонах. Автомобилю требуется тот, что содержится в воздухе. Поэтому система очистки так важна, в том числе и для работы всех агрегатов. Система фильтрации работает в три этапа. Первая — это механический фильтр, который улавливает 97% частиц. Далее — увлажнитель. Он выполняет остальную часть работы. Наконец, в самой батарее с топливными элементами воздух очищается практически полностью. Представитель Hyundai сообщает, что Nexo за час работы двигателя очищает почти 27 килограммов воздуха. А за один пройденный километр удаляет из атмосферы столько загрязнения, сколько выбрасывает в неё дизельный автомобиль за 2 километра. Некоторые британские учёные считают, что за электрокарами, работающими на водородных топливных элементах, будущее автомобильного транспорта. Большая часть водородных заправочных станций Великобритании производит водород на месте. Таким образом, у вас нет вторичного потока грузовиков, которые перевозят цистерны с водородом и которые тоже производят выбросы в атмосферу. Так что подобная децентрализованная сеть является хорошей альтернативой нынешней системе бензиновых ЭЗС, которая предполагает значительное количество выбросов. Смотрите хай-тек, вдохновляйтесь, изобретайте, пишите на нашу почту, мы расскажем о ваших проектах. На сегодня всё. Увидимся в эфире канала Хабар 24. Украинцы всё активнее пересаживаются на электромобили. В стране уже свыше 10 тысяч владельцев экологически чистых авто. Эта цифра с каждым годом растёт. Что же толкает автолюбителей на приобретение такого вида транспорта? В подробности в следующем сюжете. Вот уже два года, как Денис Косяк пересел на электромобиль. Плюсов от такого четырёхколёсного друга предостаточно, говорит мужчина. Автомобиль легко заряжать от домашней розетки. На полном заряде он может проехать в летнее время 150 километров. Зимой почти 100. Помимо этого, по закону для владельцев электрокаров, парковки в общественных местах бесплатные. Если говорить об экономии обычного электромобиля, заряжая его дома, по обычному тарифу, даже не по ночному. Потому что существует ночной тариф, он дешевле. Экономия составляет порядка 10-11 раз по сравнению с бензином. С дизелем раз в 9 и с газом раз в 5. А плюс это без учёта экономии на обслуживании и сервисе. Поэтому, конечно же, люди будут покупать электромобили, переходить на электромобили. С 1 января этого года власти Украины отменили налог на импорт электрокаров. До этого за ввоз такого автомобиля надо было заплатить 20%. Закон этот действует лишь год. Но несколько недель назад президент страны Пётр Порошенко принял решение продлить эту норму ещё на 4 года. Сегодня в Украине зарегистрировано свыше 10 тысяч электромобилей. По прогнозам экспертов, за 4 года эта цифра увеличится в 10 раз. Благодаря продлению закона о нулевой растаможке ещё на 4 года, я с уверенностью ему скажу, что мы перешагнём за это время планку в 100 тысяч электромобилей. На сегодняшний день в Украине 3 тысячи станций. Это довольно-таки большое количество, даже по европейским меркам. И я уверен, что к концу этого года будет уже 5 тысяч. Лидирует Киев, ну всё-таки столица, наиболее крупный город, это 530 станций. Но каждый день прибавляется. Вот даже сегодня утром я видел новое открыли. Причём открывают нефтяники всех сетей, магазины, офис, общественные места. Власти Украины планируют перевезти на электричество и весь общественный транспорт. В начале недели в Киеве на дороге выехал первый экоавтобус. Как показали тестовые заезды, в день такой транспорт может преодолевать около 350 километров. Обойдётся поездка на таком автобусе для жителей в 7 гривень.